киберпреступления растут как справиться с ними об этом узнаем здесь и сейчас мой собеседник заведующий кафедрой кибербезопасности одесского университета внутренних дел карен избаевов здравствуйте здравствуйте до чего додумались преступники если коснуться банкоматов с которых мы снимаем свои денежные средства то пользуйтесь более проверенными где вы всегда делаете данной операции при подходе к нему убедитесь что на них нету каких-либо накладок о том что это банкомат действительно банкомат они оборудованы специальными устройствами которые или считают ваш магнитную карточку или считают ваш код то есть будет установлена где-то камера то есть пользуйтесь проверенными банкоматами лучше которые находятся на в помещениях банков лучше которые находятся в освещенных местах необходимо помнить о личной безопасности когда вы снимаете большие денежные средства кто стоит за вами кто возможно осуществить какие-то потом противоправные действия чек также лучше взять собой а не выкидывать в урну а потом где-либо его порвать и уничтожить потому что некоторые банки решат информация которая находится на чеке распечатанном которую не должны знать злоумышленники какую еще информацию не стоит сообщать любому человеку как бы они не представлялись каким-либо сотрудником банка или госучреждения так далее никому не нужны номер карточки никому не нужна ваша дата рождения ваша фамилия не нужны коды которые находятся за на обороте карточки срок действия карточки то есть эта информация им не нужно нужно только мошенникам которые жаль но являются конечно хорошими психологами они могут поймать человека на или вести человека в какую-то такую ситуацию где он начинает все рассказывать здесь нужно быть просто осмотрительным и понимать что потом все это обратиться против тебя интересная ситуация и мы всегда в ней или сегодня или завтра окажемся это продажа нашего мобильного телефона потому что его нужно заменить вот и мы решили расстаться с нашим любимым гаджетом что мы делаем мы просто удаляем все файлы очищаем операционную систему и отдаем магазин для перепродажи и так далее здесь мы совершили большую ошибку почему потому что те файлы которые хранились у нас на телефоне они на самом деле не удалены и их возможно восстановить бесплатно программами они бесплатно находятся в свободном доступе в интернете и если вы сделаете именно так как я сказал то тот человек который у которого будет доступ к вашему мобильному телефону получит информацию а это ваши интересные фотографии возможно вашу телефонную книгу который если вы сохраняли личную какую-то информацию некоторые люди делают скриншоты или фотографии паролей в от карточки банковской или же фотографии паролей социальных сетей другую информацию они хранят в виде фотографий и чтобы не попасться такую не быть такой неловкая ситуация когда ваша информация заводит здесь очень есть простой совет простой способ как это предотвратить перед продажей обмена телефоном и так далее необходимо просто записать на этот на вашу карточку информацию которая для вас не нужна то есть это может быть любое видео любой ролик с ютуба или которая не персонализирует вас просто нужно перезаписать запоминающее устройство и тогда когда вы отдадите данный мобильный телефон и человек захочет посмотреть что вы удалили последнее он увидит ролик который в принципе не несет никакой информации и вы будете обезопасен как преступник проникает в личный компьютер преступник может попасть или воспользоваться с нашим персональным компьютером следующих ситуациях непосредственно когда мы позволим ему что-либо поменять на нашем компьютере он установит программное обеспечение или же дистанционно дистанционно опять же без того что мы ему это позволим или разрешим нажав соответствующую кнопку да или принять так далее он этого сделать не сможет для того чтобы себя обезопасить в этом контексте необходимо понимать что те ссылки на электронную почту или мессенджеры которые приходят от неизвестных особенно абонентов необходимо не открывать просто игнорировать их направлять их спам и так далее три правила первое пользуйтесь банкоматами расположенными в банках второе не выкидывайте чеки в урну третье никому не сообщайте сведения своей банковской карточки мы продолжим разговор о безопасности в других передачах берегите себе